вы на канале лекарственные растения здравствуйте почти сорняк трава травою но в кислый лист его весною кладут в омлет в пирог слоеный салаты щи и борщ зеленый конский щавель овелок многолетняя травянистое растение вид рода щавель семейство гречишный корневище короткая многоглавая толстая с многочисленными придаточными корнями стебли прямо стоячие борозчатые ветвистые верхней части достигающие высоту 150 сантиметров листья очередные черешковые нижние стеблевые удлиненно-треугольные яйцевидные сердцевидным основанием длиной до 25 сантиметров и шириной 13 сантиметров цветки мелкие зеленовато желтоватые обои полы собраны небольшими мутовками в узкое длинное и густое метельчатое соцветие тирс цветки с простым шестилепестным околоцветником цветет в мае июне ареал рода обширный за исключением арктической зоны кстати конский щавель встречается за полярным кругом например в мурманской области из корня авилука выделена группа природных фенольных соединений все части растения имеют в себе большое количество кальция и органические соединения железа содержит флавоноиды каротиноиды лейкоантоцианиды дубильные вещества эфирное масло смолы а также кофейную щавелевую кислоты и конечно же витамины и минералы эффективному лечению поддаются такие заболевания как атонические запоры энтериты и колиты гастрит геморрой кровотечение различной этимологии гельминты сальмонеллез у детей гепатиты холециститы и холонгиты профилактика витаминоза заболевания полости рта аллергия гипертония фурункулез язвы и ожоги ревматизм малокровие и головные боли корни авилука используют фармакологии и нетрадиционной медицине на их основе делают лекарственные препараты в том числе настои отвары и примочки но стоит знать и о противопоказаниях к их применению в связи с содержанием щавелевой кислоты длительное употребление не рекомендуется людям с заболеванием подагры и почечно-каменной болезнью щавелевая кислота содержащиеся в большом количестве вступая в реакцию с кальцием может образовать в организме человека щавелево кислый кальций плохо растворимую в воде соль она может выступать в почках в виде песка или осадка и способствовать образованию оксалатных камней однако в азербайджане и армении из листьев лекарственного растения готовят популярные блюда для приготовления пищи используется высушенная трава во время сушки происходит ферментация и они приобретают приятные вкусовые качества нарвать пучок ове лука каждый листик хорошо промыть положить на газету и просушить оставить еще на сутки чтобы листочки немного подвялились затем заплести в косичку и повесить на открытом воздухе хорошо продуваемом месте в процессе ферментации вкус растения из кисло-горького трансформируется во фруктово-пряный в таком виде щавель может храниться всю зиму и так для приготовления известной закуски нам понадобятся высушенные листья конского щавеля грибы репчатый лук чеснок грецкие орехи кинза растительное масло соль перец гранат для украшения сухие листья перед использованием залить кипятком оставить на 10 минут затем воду слить траву отжать и снова залить кипятком теперь опять сливаем воду и заливаем холодной ставим на плиту варим 15-20 минут посолить когда овелук будет готов откидываем его в дуршлаг даем немного остыть отжимаем и убираем в сторону тем временем займемся заправкой шинкуем лук грибы режем на кубики сковороду вливаем растительное масло сначала обжариваем лук как он обретет золотистый цвет добавляем грибы солим перчим щавель нарезаем на небольшие кусочки складываем в другую тарелку добавляем кинзу чеснок и луково грибную заправку все перемешать и убрать в холодильник на пару часов настаиваться подавать на стол присыпав сверху мелко нашинкованными грецкими орешками и гранатом признаюсь внешний вид блюда из конского щавеля не вызывает аппетита но честно говоря на мое удивление приятная во рту и вкусная к тому же очень полезная приятного аппетита готовьте с любовью используйте лекарственные растения с умом ну а вам уважаемые зрители искренне желаю крепкого здоровья берегите себя и своих близких фармакогностическое исследование и стандартизация корней конского щавеля вы найдете в описании под видео